Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетом или же Александр, и сегодня мы будем выживать в мире динозавров, играя за древнюю рептилию по имени Мегалания в игру под названием Path of Titans. Если вам понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. И вы, друзья, только посмотрите на эту маленькую, миленькую ящерку, которая со временем превратится в настоящую угрозу для всего живого. Она, конечно же, плотоядная, как может быть иначе, потому что, ну, плотоядная — это моя любовь. Играть мы будем на сервере Bublik Survival, моего хорошего товарища, и если вы уже играете в Титанов, обязательно залетайте на этот сервер. Сервер действительно просто шикарный. Итак, друзья, мы с вами появились и должны выполнить ряд заданий. Раньше в игре не было возможности делать практически... Да ничего не было возможности делать. И даже не было роста. Сейчас же игра обновляется, и динозавры могут прогрессировать. Сейчас я всего лишь маленькая ящерка, которая прячется где-то в зарослях. И нам нужно найти локацию под названием Pinefield Heaven. Что ж, туда мы и отправимся, и нужно будет убить одного другого динозавра. Ха, травоядного, но где же мне его достать? Блин, ящерка что-то очень странно перемещается и дергается. А какие звуки, кстати, она издает? Давайте посмотрим. Что-то звуков особо она и не издает на самом-то деле. А вот, друзья, я нащупал это. Да, она может пощелкивать. Она может шипеть. Вау, грозный, грозный, грозный шип. А что ты еще умеешь, малышка? Ха, прикольно. Может осматривать их агрессности. Правда, в игре это, конечно, никак не поможет. Это всего лишь эмоция нашего динозавра. Можно даже выбрать вот такой, типа, а что еще происходит? Я не понимаю, какого фига? И интересно, как ей удается балансировать с помощью хвоста и стоять вот так вот на задних лапах? Это наверняка очень сложно. Хотя она это делает исходя из своих просто инстинктов. И никаких усилий для этого не принимает. Что ж, давайте подниматься на эту территорию. Я думаю, там мы сможем найти каких-нибудь динозавров других. Мне бы хотелось пообщаться, просто хотя бы подружиться. Ой, 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 ой. Как жопка дергается, когда она поднимается. Так, а можно ли как-то унюхать то, что находится поблизости? Я бы хотел какую-нибудь, не знаю, еду увидеть. Но пока нет. Пока ничего понюхать я не могу. Мяса в округе нет. Давайте попробуем забраться. Опа, квест комплит. Прекрасно. Так, теперь мы должны отправиться на Redwood Basin. Блин, я не думал, что мы так быстро доберемся до необходимой точки. Что ж, тогда отправляемся в следующую местность. Интересно. О, тут карта есть. Блин, это суперудобно. Это суперофигенно. По карте можно будет понять, кто где и как находится. Правда, я пока не знаю, где основное скопление живности других динозавров. Где они могут нас поджидать? И где могут нас поджидать? Съедобные динозавры. Очень вкусные и приятные. Давай, жопкой немного подергал. Отлично. И продолжаем бежать в сторону леса. Может быть, как раз таки эти стартовые задания и приведут нас к скомому. Очень этого хотелось бы. Ну, вообще, в мире животных можно весь день пробегать по лесу и никого так и не увидеть и не встретить. Так что это совершенно нормально. Вы же, когда по лесу ходите, я думаю, вы не так уж и много зверей видите. Там лосей, медведей или динозавров на худой конец. Нет, они просто где-то прячутся в своих берлогах. Ой, музыка какая-то заиграла словно церковная. Забавно. А еще ящерка очень выносливая. Друзья, все это время я реально бегаю, я на ходу. И при этом выносливость вообще не заканчивается. То есть это супер-супер мощная рептилия. Да, не самая быстрая. Не знаю по поводу силы укуса и ее живучести. Но что касается выносливости, можно только покланяться ей. Ну, прям вау. Молодец, молодец. Ящерка. Мы таких ловили в детстве. И у них хвосты отваливались каждый раз. Ох, эти ящерки. Так, добрались. Отлично. Давайте посидим на камнях, погреемся, да и воды попьем немного. Правильно. Прям можно всю голову туда запихать и нормально. Ну, а дальше у нас задание насобирать личи. А зачем нам личи? Ну, личи это фрукт. И я недавно про него... Блин, я думал это динозавр, а это коряга. Я про него даже недавно в видосе спрашивал. Че это такое? Сказали, очень специфическая штука. И у него ядовитые зернышки. И вкус ни с чем не спутать. И никак его описать нельзя. Это, наверное, как инжир. Инжир офигенно вкусный, но... Нет, там косточки не ядовитые, конечно. Но тоже ты, когда его ешь, ты понимаешь, что это инжир. И он офигенен. Обожаю инжир. Но... Как описать его вкус? Кисло-сладкий? Разве что. Хотя, если суперспелый, так что-то я нашел. Опа! Нифига, смотрите-ка, что-то я нашел. Это личи. Рептилия собирает личи. Почему бы и нет? Ну, допустим, это для чего-то пригодится. Хорошо. Будем дальше искать личи. Девять штук уже нашли. В лесу должно быть их тоже много, получается. Так. Прикольно. Пещера. В пещерах обычно тусуются ребята. Что если мы отправимся в пещеру чисто ради того, чтобы отправиться туда и попытаться кого-то увидеть? Было бы здорово посмотреть. Так. Так, 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 так. А как долго бежать до туда? Ой, а прыгать умею? Нифига себе, а зачем мне это? У нее, конечно, прыжок не супер большой, но выглядит забавно. И вот с прыжком выносливость, конечно, расходуется моментально. Похоже, придется где-то полежать на солнышке и немного восстановиться. Ну и опять же, то, что мы возле воды, даёт надежду, что кого-то мы туда и увидим. Так, давайте-ка здесь немножко почилим на расслабончике. Блин, ну она красавица. Ну, если вы скажете, что она не красавица, ну я тогда уж, друзья, не знаю. По-моему, она прекрасна. Ящерка классная. Я, кстати, девушку выбрал, потому что у нее, ну, раскрас побольше. Покрасивее, поразнообразнее. Ну и девушек я люблю больше, чем все-таки этих. Да. Ну шо, думаю, посидели, малышка моя, и побежали дальше. Не знаю, получится ли нам спуститься с тобой аккуратненько. А я ж вообще не туда бегу. Ой, аккуратно, аккуратно! Жива, 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 моя хорошая, моя-то дорогая. Все с тобой будет хорошо. Так, спускаемся вниз тогда. Прикольно, это прям какая-то... Ой, я вижу пещеру. Класс. А потом уже пойдем собирать личи дальше. Беги-беги-беги-беги. Что-то выносливость у меня быстро начала расходоваться. До этого она расходовалась медленнее. Так. Гораздо... Ой-ой-ой-ой-ой. А тут попробую еще спустись, чтобы не расшибиться. Гораздо медленнее. Либо мне кажется. Либо я ничего не понимаю уже в этой жизни. Так, а Redwood Basin. Ну шо, пещера! Кто-то прячется внутри тебя. А вот непонятно, как туда... А вот и вход в... Это не пещера. Это... Домашний камень? А, прикольно, смотрите-ка. Это дом для динозавров. Тут типа можно будет тусоваться, и тебя никто не найдет, получается. Блин, прикольно. Ха! Прикольно, у меня есть дом-пещера. Почему бы и нет? Ладно, давайте выбираться на поверхность и пойдем дальше искать личи. Может, еще какой динозавр собирает личи? Например... Так, погодите-ка. Вот, друзья, смотрите, что я еще нащупал. Персонажа. Можно выбирать различные скины, но пока скины недоступны, и эти скины, блин, просто офигенны. Вот этот скин просто чума. Офигенно красиво выглядит. Ах, так, а обилки можно будет тоже прокачивать, но для этого нужно и самому прокачиваться. Ладно, тогда не будем засиживаться на месте. Побежали искать личи. Мне нужна прокачка. Правда, вряд ли я уже успею выполнить эту миссию и собрать все личи. Но это круто, что динозавр может сам прокачиваться. Даже если врагов никаких нет. Ты просто бегаешь, что-то делаешь, получаешь опыт. Ред Джинджер. Это может пригодиться мне? А я в рот-то взял. А зачем? А зачем мне? Ну ладно, я отпущу. Типа мне не нужно это. Это же для травоядных растения. Мне-то оно к чему? И чувствую, что личи я так и не найду, потому что я бегу куда-то не туда. Блин, а как бы спуститься и не убиться? Черт возьми. Этот мир полон камней и... Ладно, я попробую здесь. А, жива. Ну и если это ящерица прыгающая, то, ну, ее не должны пугать такие маленькие нюансики. Типа как скалы, например, или обрывы. Или что-то похожее. Опа, я еще что-то вижу. Во-первых, это место очень живописное. Во-вторых, это что у нас? А, еще какие-нибудь растения для травоядных. Нельзя это есть, а очень жаль. Так, получается тогда те цветы, которые мы подбирали, они вовсе не для еды. Может быть, для строительства какого-нибудь, не знаю, гнезда, где можно будет высиживать яйца. Почему бы и нет? Звучит прямо классно. Как идея, да? Наверняка же динозавры делали себе гнезда. Опа, я вижу личи, наконец-то. Да, немного, но все же есть. Хотя, какая уже разница? Ладно. Коллект личи, давай. Ну, за каждое личи дают хотя бы по монете, а это уже неплохо. На будущее пригодится, я думаю. Итого, мы собрали всего лишь 18 единиц. Может быть, даже для засобранной личи нам все-таки по доброте душевной дадут немножечко опыта. Отсыпят буквально вот чуть-чуть, чтобы динозавр прокачался. Ну, елки-палки. А, нормально, я уж думал, тут будет лютый обрыв, который не позволит мне подняться. Опа, квест-комплит еще один. Ну, погнали дальше. Еще плюс 50 монет. А это все драгоценный опыт. Еще туман опустился на местность. Вот дела. Ну и ну. А плавать, интересно, я умею? Ну, ящерицы неплохо плавают. Вау, она реально неплохо плавает. Смотрите. Как годзилла. Микро-годзилла. Да, это, конечно, не динозух, но... Квест провален. Ну, кто бы и сомневался. Никто и не сомневался. Попробуйте лично идти, блин. Если я даже запаха их не чувствую, как мне их искать? Ну, опыт, опыт, опыт. Все приходит с опытом. Да я и не искал их целенаправленно. Может быть, и нашел бы хотя бы половину, если бы искал. Так, придется преодолеть эту гору. Но как? Как подняться на нее? Я думаю, вот по этому склону можно будет забраться. Так, стоп. Это дерево или это... Это куст вообще. Это даже не динозавр. И даже не дерево. Это просто куст. Ладно, ползем наверх. Мегалания у нас скалолаз. Она мокренькая, смотрите. Чик-чик. Ей вообще должно быть очень комфортно в такую погоду, в дождливую. Рептилии любят же влагу. Да ведь? Особенно, если это и мегаящерица. Доисторическая, которой 100 миллионов лет. Чему бы и не любить влагу? Так, ну шо? Как далеко это следующая местность? Блин, мне кажется, мы по большому счету по кругу бегаем, нет? Есть такое ощущение. А еще я жрать хочу. Не, ну это факт. Где жратву искать? Как в том же Айле нет возможности типа включить чуйку и найти еду поблизости. Тут ее нужно именно визуально видеть. Что странно на самом деле. О, еще один квест-комплит. Нифига не сделал он на квест-комплит. Не, ну приятно, спасибо. Потихонечку, смотрите, опыт поднимается. Это ведь полоска опыта сверху над полоской здоровья, очевидно. Опачки! Новая обилка, ну-ка. Погодь. Удар хвостом я видел, а как ее прокачать? А как, а как прокачать удар хвостом? Так, погодь, а как прокачать обилку-то? Возможно, мне нужно все-таки подрасти. О, а как выносливость быстро восстанавливается, посмотрите, под дождем. Хотя я даже не лежу. Блин, я хочу научиться бить хвостом. Конечно, удар хвостом, наверное, будет не суперсильный, но если он будет, ну, явно не помешает. Черт, мне показалось, что это то ли змея ползла, то ли ящерица, только меньше, а это всего лишь ветка. Да, уж понимаю, бывает сложно в лесу, да. Ладно, бежим к следующей точке, собственно говоря. Пока не удалось мне никого повстречать, карта действительно суперогромная, и я не могу узнать, как, где и кого искать-то. О, ого, наверняка есть место скопления динозавров, места силы, но каждый раз, когда заходишь в новую игру про диносов, эти места найти сложно, потому что мир каждый раз очень огромный. Когда ты его знаешь, это плюс, конечно, у тебя есть возможность спрятаться, убежать, скрыться, удрать, затаиться и так далее. Но когда ты просто только родился, и ты не понимаешь, кто ты, где ты и зачем ты, то такой, ну да, как бы красиво, вроде бы и деревья, и камни есть, и кусты даже присутствуют. Но что насчет динозавров? Где же они обитают? Фантастические твари эти. Непонятно. Ладно, поднимемся наверх сейчас. Чувствую, что точно кого-то мы повстречаем в этот раз. Я прямо в это верить хочу. Всей душой давай, ползи! Горы! И я не люблю горы! Хотя нет, горы красивы, но ползать по ним это такое себе. Но горы красивы... Эй! Чуть не свалился. Ладненько, ползем дальше. Это очень странная местность. Похоже, это не гора, а просто холмы, по которым я пытаюсь пробежать. Но что-то как-то не особо получается. Ну, получилось уже, конечно. Так, ладно, давай постоим, отдохнем, если еще и прилечь. Выносливость должна супер быстро восстанавливаться. Ну, отдохнули, эй! Вот, отдохнули. Можно продолжать наш путь. Давай! Доверемся до этой точки. Блин, а голод-то, голод-то потихонечку приближается. Все это, конечно, здорово, но без еды жить, конечно, можно. Чуть-чуть. А потом все же придется понимать, кто такой голод и с чем его едят. Да. Только об этом я сейчас и думаю. А интересно, вот когда динозавры жили, да, могли ли они пить дождевую воду? Ну, вот, предположим, да, ситуация, как сейчас. Поблизости нет никаких... Хотя из лужи они, наверное, пили бы на крайняк, да, лужи-то образовывались. Не, ну, допустим, луж нет, нет озера, речек, моря, нет воды, все, и только она с неба капает и сразу впитывается в землю. Мог бы динозавр такой типа окей, так и быть. Открыть рот, поднять голову и ждать, пока вода зальется к нему в горло, в глотку. Не знаю, оба-на, на другой конец карты пора отправляться. Ну, если бы динозавр был бы умным, он бы так и сделал. Хотя воды, конечно, много бы не залилось. Ну, когда жажда и засуха, и влага так желанна, почему нет? Зеленые плита какие-то. Ну, действительно, много травы, много зелени. Я даже, кстати, не встретил мяса, которое могло бы как-то разрешить ситуацию с голодом. Смотрите, новое задание. Собрать 25 цветков. Знать бы, где эти цветки искать и... А-а-а-а-а! Оу, господи И как они выглядят Да, ноги я не сломал, но Повредил здоровье Ладно, оно благо со временем регенится Черт, это было внезапное падение На пол хп Неприятное Зато вот что приятно по сравнению с Айлом У тебя есть конкретная полоска здоровья В СЛЕ я постоянно путался Да, люди, которые там Наиграли сотни часов, они Понимают Но я наиграл сто часов вайл и так и не понял Как определять, когда тебе больно, а когда нет Ну когда совсем все красное Да, больно, но вот у меня всегда с этим проблемы С правильным расчетом Своего здоровья и силы, по-моему под дождем Энергия как-то быстрее расходуется Есть такое ощущение Внутренняя чуйка Мне подсказывает Но я отдохнул Продолжаем бежать Задание с цветами Я, конечно, провалил, потому что собрать 25 цветов за 3 минуты Я даже не знаю, как они выглядят Но это, наверное, те цветы, которые мы один раз нашли И я подумал, что это еда травоядных Я ее даже в пасть брал Ну вы помните, да, такие Зеленые, разноцветные Красненькие слегка Где мы вообще находимся? Ну смотрите, мы всю карту исследуем Но нет, как таковых, да, ориентиров По которым можно было бы понимать Где ты находишься Леса, они примерно одинаковые Опа, а что у нас? Орехи Мне нужны орехи или нет, как считаете? Я думаю, что пока нет все-таки Опа, еще орехи Блин, почему не было задания на орехи? Камень покрытым мхом Посмотрите, сколько орехов здесь Пипец, бери, не хочу На халяву Жесть А цветов нет Ну дела И почему, спрашивается Так Очень обидно, на самом деле Я как динозавр заявляю Ответственно, что Не здорово, не здорово Когда тебя заставляют собирать цветы? Ты же динозавр Какие цветы? Зачем? Зачем? О, музончик заиграл Может быть, это о чем-то договорит Ну да, он заиграл на долю секунды И опять Утих Не знаю Может быть, он Сигнализирует о чем-то Типа Поблизости кто-то есть Поблизости что-то есть Вот это озеро меня привлекает Честно говоря Я думал, что я уже здесь был Но на самом деле не был Просто река Которая Втекает в озеро В таких местах Скопления живности могут быть Древесина мне не нужна была Грибы, смотрите, какие-то Никого Нема Нема Ладно, побежали Раз никого и нема Будем дальше искать Рано или поздно мы наткнемся Мегалания должна жить Не хватает Знаете, друзья Ботов Вот Что есть, то есть Не хватает ботов Которые Стали бы этой пищей Может они и есть в игре Но, честно говоря Где они? Ни голосов их Ни Уж тем более Моделек Я не видел То есть Хищники могут питаться Только травоядными И выходит для того Чтобы в игре был баланс И Травоядные могли бы жить Так же, как и Хищники могли бы жить Так же, как и травоядные Должно быть много травоядных Но травоядные тоже мощные Травоядные больно бьют Зачастую У них есть рога, шипы И всякое такое Или просто большие габариты Благодаря им Они могут нанести, не знаю Сокрушительный удар Лапами Даже Или головой Опа А вот это интересно Ну да, я Опять Просрал квест Почему-то у меня Моносливость супер быстро Стала расходоваться Я не знаю Это, наверное, связано с тем Что либо я хочу пить Либо я хочу есть Я думаю, она все-таки отражается Потому что раньше я бежал Минут 10 Вообще ничего Практически не расходовалось А сейчас Каждые 2 минуты Мне приходится останавливаться Ладно, давайте доберемся Уже до этого Озера Большого, кстати, озера Должен отметить Вот он я Вот он я Почти возле этого озера Попью воды Как минимум Это самая Большая Местность С самым большим количеством воды Такая болотистая Надеюсь, в воде не прячутся хищники Я просто ее сам попью Хотя я тоже прячусь в воде И я тоже хищник Получается Хищники все же прячутся в воде Да уж Почти добрались И это получается Самое большое озеро Не считая Самого большого озера Логично Побегал я, друзья Вокруг озера Но новых друзей Так, к сожалению И не повстречал Ну что ж Надеюсь, Мегалания Все-таки сможет выжить И найти себе Пропитание Ну а пока на этом Мы остановимся Уже на Мир Опускается тьма Надеюсь, видосик Вам понравился Большое спасибо За внимание За просмотр До новых встреч И, друзья Напоминаю Что играли мы На сервере Bublik Survival Сервер новый Только появился Если вы играете в Титанов Обязательно присоединяйтесь Чем больше народу Тем лучше В конце-то концов Так что Ждем Покедова, друзья Счастья вам